Всем привет! Меня зовут Наталина и сегодня мы с вами будем заниматься очень нелегким для меня делом. Я завтра улетаю и я решила собрать с собой небольшую косметичку. Обычно просто я собираю с собой 4 или 5 косметичек, каждая по разной тематике. То есть я беру с собой 4-5 тональных кремов, 7 румян и так далее. И вот, настал тот день, когда я решила, что хватит это терпеть. Надо взять все по одному или по две штуки. И я хочу, чтобы у меня все уместилось в такую вот косметичку. Собственно, я хочу это сделать еще и для того, чтобы показать вам свои действительно фавориты, которые я использую для себя, которые я люблю для себя на каждый день. Но я буду тогда выбирать средства в том порядке, в котором мы их наносим. Для начала база под макияж. Здесь я сейчас буду выбирать из двух моих любимых. Одна это MAC Pre & Prime и это Becca со странным названием Backlight Priming Filter. У этой базы более ярко выраженный увлажняющий эффект. У этой же базы более ярко выраженное сияние. На самом деле, сейчас у меня кожа очень пересушенная. Она прям шелушится. Поэтому в этой поездке я дам предпочтение MAC Pre & Prime скрипя сердцем. Я бы взяла две. Но я выбираю сегодня все по одному. И поэтому возьму вот эту вот базу под макияж. Тональный крем. Я выбираю из трех своих любимых. Это Tarte. Это Dolce & Gabbana. И это Make Up For Ever HD в стике. HD точно нет. Dolce & Gabbana. Нет, остановлюсь на Tarte, потому что Dolce & Gabbana более плотное покрытие. А вот Tarte, он прям идеален на каждый день. И Tarte для пересушенной, уставшей кожи и для такой погоды, как сейчас за окном, как раз вот идеальный выбор. И к этому тональному крему я возьму вот такие вот капли Adjuster от бренда Cover FX. Они называются Custom Enhacer Drops. Это капли иллюминайзер, высоко концентрированный. То есть их надо прям вот самую-самую малость в тон закапать. И это добавляет такое мерцание, сияние кожи. Как бы изнутри оно очень деликатное. И мне безумно нравится добавлять его в жидкие крема тональные. Прям обожаю. Дальше идет консилер. Честно говоря, выбора у меня есть не очень много. Потому что мой любимейший консилер Naked Skin от Urban Decay закончился. Там вот, наверное, видно, что он вообще прозрачный уже. Нифига его там нет. Надо уже выкинуть. А я все как плюшкин храню в старые баночки. И как раз недавно в Duty Free я себе купила вот их Saint Laurent Touchy Clare. Это очень хороший консилер для того, чтобы избавляться от каких-то посинений, от мешков под глазами. Мне он очень нравится. Мне не нравится. Единственное, что он достаточно дорогой. И его хватает очень ненадолго. Потому что вот эта вот форма выпуска, где вы делаете тыц-тыц-тыц, очень быстро это все выдавливается. Мне его хватает, ну, не знаю, недели на 2,5-3. Это прям очень мало. А, ну, конечно. Я вот первый раз, кстати, посмотрела, что здесь 2,5 мг средства. А вот здесь вот целых 5. То есть вы видите, по размеру баночки вот здесь вот в 2 раза больше средства. Корректор. Это на случай сильных прыщей, потому что у меня что-то в последнее время какая-то аллергия вылезает на лице. Я беру вот такую вот палетку от бренда RCMA. Он не очень известен в России, но это бренд профессиональной косметики. Вот этот вот палитр может использоваться в качестве корректора, в качестве кремовых хайлайтеров. Не с подсвечиванием, а вот просто за счет цвета своего они могут делать высветление. И в качестве контурной палетки. Я, на самом деле, для замазывания прыщей использую вот эти вот 2 оттенка. Это очень плотный корректор. Использую я его редко. И про него поподробнее я вам покажу в видео про свои покупки из Америки, потому что это мне пришло именно оттуда. Пудру я с собой беру рассыпчатую от Laura Mercier. Это мой абсолютнейший must-have. Это моя сильнейшая любовь именно в плане пудр. Она не оставляет никаких белых следов на лице. Она просто как-то втекает сама в кожу. Потрясающая пудра. Если у вас будет возможность приобрести ее именно в оттенке translucent, то есть прозрачная, просто суперская. На самом деле у меня что-то средства какие-то. Вот у меня румяна, мне кажется, сейчас вызовут какие-то вопросы. А так я прям вот все сразу цепляю. И так, ага, ага, вот ты любимый, ты любимый. Я все, оказывается, знаю, что я люблю. Контур. Здесь без вопросов. Сухой скульптор от Kevin Ocon. Оттенок medium подходит практически всем тонам кожи. Бронзер. Тут у меня тоже вопросов не возникло. Я в последнее время с ума схожу от вот этого бронзера от Tarte. Сам бронзер очень хорошего качества. Он чуть-чуть с шиммером. И он не очень сильно пигментирован. То есть, чтобы получить прям цвет, надо очень постараться. А так он придает легкий цвет лица, легкую теплоту вашей коже. И на самом деле это и является основной задачей бронзера именно придать красивый цвет кожи. Господи, я, извините, я постоянно смотрю в экран на свой хайлайтер. Это хайлайтер от Jeffree Star. И я надеюсь, что мои зрители не ослепнут к концу этого видео от моего хайлайта. Хайлайтер и румяна. Честно говоря, у меня здесь вообще нет никакой вариативности брендов. У меня выбор из Becca и Becca. Одно у меня это вот такие вот румяна сплит. Здесь хайлайтер и румяна, оттенок Flower Child и оттенок Champagne Pop. И хайлайтер Becca Moonstone. Вот вам разница между двумя этими оттенками. Это Moonstone, это Champagne Pop. Конечно, один более золотой, другой более холодный. Они прям, конечно, разные. Но у них у обоих потрясающие мерцания. Я их оба прям очень люблю. Я не буду, наверное, брать с собой Becca Moonstone, потому что у меня вот здесь пошла небольшая трещинка. И я очень боюсь, что в процессе поездок это еще усугубится эта вся проблема. Поэтому я... Поэтому в плане суперэргономичности я возьму просто... Сейчас перебирала контейнер и поняла, что мне прям вот жизненно необходимо их взять. Это румяна суфле от Becca. Это оттенок, называется Litchi Opal. Он потрясающе смотрится на щечках. Дает нежнейший розовый румянец для эффекта свежей кожи. Ммм, просто любовь. Сейчас вот начинаются основные сложности, потому что сейчас брови, а где брови, там и глаза. Для бровей я возьму карандаш Brow Wits от Anastasia Beverly Hills. У меня это оттенок Caramel. Его пиарят многие американские ютуберы. Но я как-то несерьезно к этому относилась. А тут я летела из Голландии. И в аэропорту Амстердама есть небольшая стойка с товарами Anastasia Beverly Hills. Я решила попробовать на руке. Попробовала, взяла карандаш. И я просто в шоке. Я не знаю, как он это делает. Это вот такой вот тоненький достаточно карандашик. Я уже полтора месяца не делала форму бровей. Полтора месяца их не красила. А брови у меня, ну, в моих видео без макияжа вы, наверное, видели, какие они. Только сейчас они еще более светлые. И каким-то волшебным образом я села и себе минут за 10 так нарисовала вот такие вот брови, которые, ну, не выглядят прям супер нарисованными. И я очень доволен. И к нему в комплект я возьму прозрачный гель от NYX. И, возможно, на какой-то день, когда мне неохота будет прямо рисовать брови, я возьму себе еще тонирующий гель с фиброй от L'Etoile. Кстати, он мне тоже очень нравится, несмотря на то, что это L'Etoile, но действительно хорошее качество. И действительно он дает прям такую наполненность бровям. В плане туши я возьму вот такой вот небольшой дуэт. Это Roller Lash от Benefit и тушь от Chanel. Le Volume Ultra я тушью от Benefit прокрашиваю и подкручиваю ресницы. И далее у корней добавляю объем вот этой тушью. Базу по тени я возьму, естественно, от Urban Decay. Вот такую вот подкрашенную базу, которая помогает мне замазать татуаж и помогает моим теням держаться максимально долго. Ну что, переходим к глазам. Я возьму с собой кремовые тени от H&M в оттенке Syrocca. Я его люблю использовать в качестве подложки под тени, к примеру, когда я делаю какие-то бронзовые смоки. Давайте дальше переходить к теням. На выбор палетка Chocolate Bar от Too Faced. Вот такая вот потрясающая абсолютно палетка Charlotte Tilbury из моих американских покупок, которые я, правда, вам еще не показывала. Бронзовая палетка от Kylie. И моя самонаборная палетка от Makeup Geek. Кстати, те, кто следят за моим инстаграмом, знают, что я купила много Tom Ford, много Charlotte Tilbury и других различных брендов в Голландии. И воспользовалась Tax Free 21%. Чувствую себя абсолютно счастливой. Но дело в том, что я не успела оформить Tax Free. И поэтому я сейчас тоже лечу в Европу. И мне всю эту косметику надо опять взять с собой, увезти туда и уже там получить Tax Free. Поэтому ей я не могу пользоваться, пока я не пересеку повторно европейскую граниту. Ну, наверное, не Charlotte Tilbury, потому что здесь вот этот вот оттенок, он слишком мерцающий. Вот с этим я не сделала бронзовые смоки. В общем, эта палетка хороша для таких более вечерних, более ярких образов, не на каждый день. Ну, и, кстати, чтобы вы понимали, это вот одна из моих корзинок, просто чисто только с палетками. И вот их я точно знаю, что... Нет, я не беру с собой. Не, ну хотя вот это хорошая палетка, но что-то вот, не знаю, не хочется мне ее как-то с собой взять. Что-то как-то вот не тянется к ней рука. Вот это, кстати, тоже хорошая базовая палетка, но к ней у меня что-то тоже как-то рука не тянется. Честно говоря, я склоняюсь к одной из вот этих вот двух палеток, потому что Makeup Geek, ну, я ими так часто пользуюсь, что как-то хочется чего-то новенького. Вы знаете, возьму-ка я, наверное, вот эту вот палетку. Она и по размеру отличного travel size, и достаточно легкая. И вообще, честно говоря, на каждый день, чтобы сделать макияж, здесь есть абсолютно все, что мне нужно. Потому что я сейчас фанатею от бронзовых, коричневых таких смоки, и вообще вот эти вот оттенки, ими можно создать классный образ на каждый день. Надеюсь, что я об этом не пожалею. Я вам расскажу о своих впечатлениях. Кстати, обязательно беру с собой щипчики для ресниц. 100% я беру с собой вот такие вот тени в стике NARS. Я их использую не как тени, я их использую в качестве каяла для подводки верхнего и нижнего века. Они водостойкие, очень хорошо там держатся. Правда, ну, приходится их кистью набирать. Ну, или иногда я вот так вот, конечно, лазю в глаз, но они прям суперские. И также набираю кистью и использую их для подводки ресничного края. Очень мне нравится. Переходим к губам. Я обязательно с собой возьму Лукаса Папайя для того, чтобы наносить его на губы и увлажнять их перед макияжем. Я беру карандаш для губ от Dolce & Gabbana. У него... Я тут уже чуть-чуть его порисовала. Он просто классический, розовый, абсолютно естественного оттенка. Ну и практически последний в нашей косметичке – это блески для губ. Я выбираю вот из этих трех оттенков, но они настолько разные, что у меня есть подозрение, что они втроем поедут со мной. Ну, посмотрим. Итак, первый претендент – это оттенок Coco K от Kylie. Он вот такой вот розовый, он очень густой. Следующий претендент – это оттенок Tarte в оттенке Obvi. Вроде так это называется. И это тоже, скорее, такой лак для губ. Видите, он тоже густой, и это более коричневый оттенок. И последний блеск для губ – это один из моих самых любимых. Кстати, почему я его не показываю никогда в видео? Это какое-то досадное недоразумение. Это MAC. Это Cream Sheen Glass называется. А вот оттенок что-то у меня тут нету, стерся уже. Но вот так вот он выглядит, молочного оттенка. Я обожаю этот блеск и сам по себе. Он полупрозрачный и дает такой чуть-чуть молочный эффект на губах, а-ля J.Lo. Давайте я его прям поверх этой помады попробую нанести. Кстати, давно как раз хотела это сделать. Давайте я, наверное, из блеска возьму все три, потому что вот эти подойдут мне на каждый день брать с собой. А если вечером я куда-то пойду, то я могу надеть вот этот вот блеск. Еще обязательно я возьму с собой Fix Plus от MAC. Не столько для того, чтобы фиксировать макияж, сколько для того, чтобы увлажнять. Я говорю это, мне кажется, в каждом своем видео, но не каждый из вас смотрел все мои видео. Поэтому я повторяю, это не для того, чтобы закрепить именно макияж. Это для того, чтобы все средства на лице как-то слились в единое целое и лицо стало более увлажняющим. Обожаю это средство. Он у меня уже, кстати, на фазе заканчивания. Так что скоро надо будет покупать новую баночку и ни на что его менять мне совершенно не хочется. Очень люблю это средство. И обязательно я беру с собой вот такой вот крем для рук Collagen by Watsons из азиатской сети. Я, кстати, буду скоро разыгрывать это и не только это в видео про мои азиатские мастхеллы. Там я достаточно много всего разыграю и вот этот крем в том числе. Что-то как-то быстро я управилась со своей косметичкой. Надо мне ее скорее застегивать. Вот косметичка собралась. Не очень большая, не очень тяжелая по сравнению с тем, что я вожу с собой обычно. Честно говоря, это помогло еще и мне разобраться с тем, какие средства являются моими любимыми. И в это же видео я решила запихнуть сборы кистей, потому что я поняла, что если я сейчас не сделаю это на каверу, то я возьму опять полный комплект, а это очень тяжело и очень много. Вот здесь вот у меня практически сейчас вывалены все мои кисти. Соберу с собой то, что я использую действительно каждый день. Давайте я снова попробую пойти в том порядке, в каком я наношу обычно средство на лицо. Хотя этот порядок постоянно меняется. Ну, пойдем от тона, от лица к глазам. Для нанесения тона, не сюрприз, я возьму в обязательном порядке свою кисть Artis. Хоть она одна занимает столько же места, сколько туз, я не могу отказаться от этой кисти. Она фантастическая, она потрясающе наносит тональные средства. И это просто мой постояннейший must-have. Далее кисть, которую я использую для бронзера и для пудры, это кисть от Евгении. Она сейчас стоит очень дорого на сайте pudra.ru. На сайте Евгении она стоит еще дороже, около 90 долларов. Мне повезло, я купила ее в пудре по старому курсу за 3 500. Я ей очень довольна. У Евгения все кисти собираются вручную. Потрясающее качество ворса. Ручка из самого дорогого дерева, как у тан. Очень мне нравится. Она, знаете, когда используешь ее, когда красишь, ручка полируется от рук. Это прям некое произведение искусства. Очень ее люблю. Повторюсь, я ей наношу пудру на все лицо. Иногда даже редко делаю контур легкий и обязательно наношу ей бронзер. В принципе, этой кистью можно сделать очень много вещей. Можно нанести пудру, можно нанести контур, бронзер и румяну на яблочке совершенно спокойно. Для контура и румяна я возьму вот такую вот кисть от N Beauty из Imperial Set. Там в сет входят вот такие вот две кисти. Одна для нанесения теней и вторая для работы с щечками. Этот Imperial Set, мягко говоря, не дешевый, но для меня, как для коллекционера различных бьюти-средств, он того стоит, потому что качество просто потрясающее. И у этой кисти настолько вот выверенная форма. Я не знаю, как описать эту форму. Я вам стараюсь ее максимально показать. То есть, видите, она как бы небольшим треугольничком, что ли, здесь сделана. Ей потрясающе удобно, во-первых, наносить контур вот такими вот движениями и подтушевывать наверх вот этим вот самым треугольничком. Ей потрясающе удобно наносить румяна на яблочке. Обожаю эту кисть для работы с вот этой зоной. В принципе, можно нанести вот так вот контур, его подтушевать, нанести этой же стороной румяна, а вот этой стороной нанести хайлайтер. Мне эта кисть очень нравится. Повторюсь, прям один из моих мастхевов, и форма достаточно уникальная, и срок службы заявлен производителем до примерно 17 лет. Вот такой вот кисть. Для закрепления консилера под глазами и локального нанесения пудры, и для нанесения хайлайтера я возьму вот такую вот кисть от Real Techniques. Это Setting Brush называется. Она искусственная, не очень дорогая, даже очень хорошо подходит вот сюда, в эту зону, и для нанесения хайлайтера. Собственно, для этих целей я ее использую. Еще вот здесь удобно припутривать. Еще для нанесения хайлайтера я возьму вот эту кисть от Wayne Goss. Это последнее время мой любимчик. Она очень хорошо подходит для нанесения именно хайлайтера типа Becca, который такого ультрамелкого помола, и она прям очень-очень деликатно его наносит. Еще я возьму вот такую вот кисть для консилера. Это Detail Brush от Real Techniques. Ей очень удобно локально, во-первых, наносить консилер на какие-то точки, ну или корректор, и очень удобно подчеркивать ей форму брови. Очень нравится эта кисть. И еще возьму для консилера вот такую вот кисть от Manly. Это номер 112C. Мне она тоже очень нравится именно для подчеркивания брови и для прорисовки четкой арки брови. Ну и для лица это, наверное, все. Далее для бровей я возьму только вот такую вот кисть от Icon Face. Это номер 22. Мне она очень нравится для того, чтобы подчеркивать именно кончик брови, именно арку брови выводить более темным цветом. У меня здесь вот еще целый арсенал больших кистей для лица. Но с собой вот в этот раз, вот не нужны они мне, обойдусь я вот тем вот своим арсеналом. Остаетесь вы пупсики дома. Теперь надо набрать какие-то кисти для глаз. Вот это, конечно, сложно, потому что надо, знаете, предвосхищать, какие луки я буду делать. Но, честно говоря, каждый день я обычно делаю плюс-минус одно и то же. Это какие-то растушевки или какая-то более-менее растушеванная стрелка тенями. То есть ничего там сверх такого стрелочного на каждый день я рисовать не планирую. Поэтому всякие кисти для подводок, это все вот мимо. Точно я с собой возьму свою кисть от Hakuhoda, это S142. Для меня это лучшая кисть для прорисовки складки века и для ее мягкой растушевки. Она очень мягкая и при этом с достаточно таким четким кончиком. И мне кажется, она для этих целей просто... Мы с вами взяли бронзовые кремовые тени. И вот для них лучшее трио. Это кисть Manly Pro номер 103. Ей я люблю именно наносить такие тени. И выше складки я растушевываю кремовый тень вот такой вот кистью, которая появилась у меня совсем недавно, уже очень мне понравилась. Это Morphe E22. И для растушевки нижнего века и нанесения кремовых теней на нижний, опять же, века я беру вот такую вот кисть от Manly Pro. Это номер 127. Она плоская, синтетическая и как раз по размеру хороша для нижнего века. Для растушевки нижнего века, при работе, неважно, с кремами или сухими текстурами, я возьму кисть от Makeup Geek. Она называется Small Crease Brush. Это синтетический, плотно набитый небольшой бочонок. Еще возьму вот такой вот плотный синтетический бочонок от Manly Pro. Это номер 55. На него хорошо набирать чуть-чуть консилера или тона. И чуть-чуть подчищать вашу тушевку, если где-то вы чуть-чуть нагрязнили. Для работы с сухими тенями я возьму вот такую вот кисть МАК 224. Она такая дурацкая и колючая уже стала. Но я ей люблю брать переходный цвет, то есть тот, по которому мы тушуем все остальные цвета, и наносить его на все подвижное веко и под бровь. Она очень легко и очень быстро это делает. Поэтому вот хоть она вроде и дурацкая, а вроде и замену ей я никак не могу найти. В общем, МАК 224. И, кстати, если будете выбирать кисти МАК, то постарайтесь выбирать их таким образом, чтобы на них было написано, что Made in Japan, потому что японские кисти у МАК намного лучше, чем сделаны в других странах. Для нанесения шиммерных текстур и цвета, который мы наносим на все подвижное веко, я возьму вот такие вот две кисти. Одна это Hakuhoda S139. Ей удобно наносить на все подвижное веко. И можно залезть в самые такие небольшие уголки. И это кисть Евгений. Такая вот она. Ей на самом деле удобно и нижнее веко тоже растушевать, и положить какой-то оттенок во внутренний уголок, и поработать хайлайтером, к примеру, под брови. И совсем чуть-чуть кисточек для растушевки. Это кисть для растушевки по нижнему веку. Это Shakuda, японский бренд. Кисть называется, по-моему, типа как-то Smoky Brush. То есть она для смоки, и она подразумевает делать мягкую тушевку. Мне она очень нравится для внешнего уголка и для проработки нижнего века. И дальше вот такие вот растушевочные кисти. Две кисти из набора с Алиэкспресс. Я оставлю ссылку и на продавца, и на мое видео, посвященное полностью кисточкам с Алиэкспресс. Я их просто обожаю. Они достаточно плотные. Одну кисть я обычно оставляю пустой для подчищения границ тушевки. А для мягкой растушевки теней я обожаю. Просто нереально люблю. Хотя все то, что я собираю, и вообще всю свою косметику я нереально люблю. Ну, это ничего. Кистям N-Beauty можно долго признаваться в любви. У меня это кисти А16 и А9. Одна это круглая растушевочная кисть. Я обычно делаю все любые вообще растушевки. И кисть А16 это плоская растушевочная кисть. И мне больше нравится работать где-то вот в складке века, где-то вот во внешнем уголке. Иногда можно набрать на самое основание и поработать с нижним веком. Очень универсальные кисти. И вот этот дуэт это прям вот моя любовь-любовь надолго. Мягчайшая абсолютно козочка. Потрясающее качество. Это тоже японские кисти ручной сборки. Так же как и Хода, как Шакуда и как многие другие кисти. Ничем не уступает качеству. Очень их люблю. Еще не забываю с собой всегда брать шпатель. Потому что тональный креп я всегда достаю шпателем на руку, смешиваю с улюминайзером и с руки наношу на лицо. Поэтому шпатель обязательно с собой беру. И я беру с собой вот такую вот синтетическую плоскую кисть от Хакухода. Это номер IS04A. На самом деле она никому не нужна от Хакухода. Просто любая плоская синтетическая кисть. Очень тоненькая. Я этой кистью набираю кремовые тени Нарс. Со стика ввожу этой кистью их в ресничный контур. И также набираю и наношу на нижнюю слизистую эти же креми в стике от Нарс. Неужели мне хватит вот такого маленького тубуса? Ну как это возможно? Но вообще на самом деле на каждый день мне хватает этого. И это немало кистей. Это достаточно неплохое себе количество. Остальные кисти они какие-то либо более узкой направленности. Либо одна дублирует другую. Когда приходится собраться с собой, я, честно говоря, делаю это первый раз за долгое время. Хорошо, что я решила сделать это на камеру, потому что иначе я с собой взяла бы все. А использовала бы по факту только вот это. Я собираю все это в тубус, кладу это с собой. Я очень рада, что мы с вами вместе собрались. Я не набрала с собой лишнего того, что я не буду использовать. Кстати, если вам интересно, вопросы, кстати, поступают. Вот этот вот коврик и вот этот вот тубус от S-Case. И я оставлю ссылку обязательно внизу, потому что вот такие вот тубусы мягкие, они очень удобны для того, чтобы с ними путешествовать. Кисти в них не мнутся. И сами тубусы, они достаточно пластичные. Кисти в них хорошо сохраняют форму. Вот такие коврики, это очень нужная вещь для визажиста. То есть вы его сворачиваете, завязываете. И когда вы приходите, к примеру, в фотостудию, то вы раскладываете коврик, и, пожалуйста, у вас чистое рабочее место. И, естественно, мой коврик золотой. Тубус я тоже хотела золотой. Но, к сожалению, его не было в наличии. В общем, на них я тоже оставлю ссылку. Мне очень нравятся товары этого бренда. И они действительно очень полезны как для визажиста, так и для личного использования. И еще раз большое вам спасибо, что вы собрались со мной. Я надеюсь, вам видео это было интересным и полезным. Скоро увидимся. И всем пока! Пока!